На данном этапе давайте исходить из того, что алкоголики имеют физические отличия от нормальных людей и что, сделав хотя бы один глоток спиртного, они вынуждены сделать еще один, потом еще один, и так до бесконечности. Если бы все так и было, каким образом алкоголизм мог стать прогрессирующим заболеванием, проявляющимся постепенно? Зачем тогда нужен период от 2 до 60 лет, чтобы превратиться в алкоголика? По этой схеме, впервые попробовав спиртное, алкоголик должен продолжать пить, пока его сознание не отключится. Общество анонимных алкоголиков утверждает, что оно является содружеством мужчин и женщин, утративших способность сдерживать свою тягу к спиртному. Предполагается, что когда-то у них такая способность была, то есть алкоголизм не может быть генетическим заболеванием. Общество анонимных алкоголиков явно противоречит себе. На основании каких научных данных они с такой уверенностью заявляют, что это заболевание неизлечимо, если даже не могут дать точного определения самой болезни и установить, больны вы алкоголизмом или нет. Средства излечения не существуют, но выздоровление возможно. В чем разница между средством излечения и выздоровлением? Почему человек, не бравший ни капли спиртного в рот, в течение 20 лет и не имеющий намерения снова выпивать, начинает свой монолог с фразы «Я алкоголик». А человек, свалившийся пьяным после 6 литров пива, не считается алкоголиком. Он просто расслабляется на выходных. С другой стороны, сотрудник офиса, который периодически прикладывается к своей фляжке в рабочее время, автоматически получает клеймо алкоголика. Эта тема представляется весьма запутанной и противоречивой. Тем не менее, никто не обвинит бабушку в алкоголизме, если она раз в год примет стаканчик вишневой настойки. Но, думаю, все согласятся, что дядя Тед – явный алкоголик. Но что можно сказать обо всех остальных? Нужно где-то провести черту. Я считаю, что доктор Барнард и анонимные алкоголики внесли положительный вклад в решение этого вопроса. Ведь основное значение имеет не объем выпитого, не вид напитка и не поводы для выпивки, а ответ на вопрос – утратил ли я способность контролировать потребление алкоголя? Поэтому давайте на некоторое время примем определение алкоголика как человека, утратившего контроль за употреблением спиртного. Вряд ли медики или анонимные алкоголики могут с этим поспорить. Насколько это определение приблизит нас к пониманию того, являетесь ли вы алкоголиком? Как минимум, вместо набора беспорядочных вопросов оно дает нам определенный критерий. На первый взгляд может показаться, что мы с анонимными алкоголиками находимся в непримиримой оппозиции. На самом деле у нас много общих точек зрения. Но если бы алкоголизм был физическим заболеванием, врач мог бы диагностировать его. Если алкоголиком является человек, не способный контролировать количество выпитого, то, конечно, лучше всех это заболевание могут определять сами алкоголики. Тогда почему? Почему, когда он теряет над собой контроль, это очевидно для друзей и родственников больного, и единственным, кто этого не замечает, остается сам пьющий человек? Это общий признак любой наркотической зависимости – героиновой, никотиновой или алкогольной. Дело, скорее всего, не в том, что мы не можем распознать эту зависимость, а в том, что мы не готовы справиться с ней. И это неудивительно. Никто не хочет сознаваться в утрате способности держать себя в руках, особенно если это автоматически накладывает клеймо алкоголика с неизбежной перспективой стать самым несчастным человеком в мире.